Приветствую вас! Для начала нужно узнать, когда, как, с какого момента ваше отношение с мужем разладились. То есть, с чего начались проблемы, по поводу чего начались проблемы, из-за чего начались проблемы, что вы вкладываете в понимание, мы с мужем стали чужими, то есть, что это значит чужие, да? Вот, например, то, что мне представляются чужие люди, это люди, у которых нет ничего общего. Но, если вот другие люди, например, они действительно чужие, да, между ними нет ничего общего, то у вас с вашим мужем общее что-то было, по крайней мере, изначально. А теперь, теперь, ну, теперь этого общего нет, ничего. И нужно увидеть, почему ничего общего нет. Может быть, слишком много требований стало, может быть, слишком много претензий стало, может быть, стало слишком много недовольства, раздражения, какого-то, да, вот, переносов, то есть, перекладывания ответственности, вот это всё. Потому что в семье так часто бывает, что люди живут в месте, они перекладывают ответственности себя на другого. То есть, считают, что другой должен делать что-то, а другой виноват в том, что у меня происходит, да? То есть, собственно, и это всё очень существенно отдаляет друг от друга. Опять же, быт, который превращается в рутину, да, который просто на автоматизме, на автоматизме, на автоматизме, вот. И, вместе с этим, социальные роли, статус, роль, например, жены, это не то же самое, что роль женщины. Роль, значит, соответственно, сотрудника, профессиональная роль. Вот, это не то же самое, что, опять же, роль женщины или роль родителя. Вот, и очень часто в браке подобные роли, значит, кондоминируются, то есть, подавляются, поглощаются какое-то одно и доминируются, и, ну, наиболее актуальны, по сути. Вот, и человек теряет, как бы, самого себя. Вот. А поэтому всё здесь вот это вот нужно анализировать, и уже исходя из этого, нужно давать рекомендации. К семейной проблеме часто подходят с позиции транзактного анализа, то есть, анализа отношений, анализа взаимодействий, вот. То есть, в какой роли находитесь вы, в какой роли находится мужчина, на одной ли вы роли находитесь друг с другом, отдаёте ли вы тебе отсчёт, в какой роли он находится, и в какой роли находитесь вы. То есть, например, если мужчина находится в позиции родителя, родителя, да, то ему нужен ребёнок. Если мужчина находится в позиции ребёнка, ему нужен родитель. Если мужчина находится в позиции ребёнка, то ему может быть нужен не только родитель, но и ребёнок. Соответственно, если ему нужен ребёнок, а вы родитель, то ничего не получается. Вот. Если муж находится в позиции взрослого, а вы находитесь в позиции ребенка, то тоже ничего не происходит, ничего не получается. Вот это анализировать нужно тоже. Особое внимание мне бы хотелось уделить тому, что вы очень мало даете информации вообще про свою проблему. То есть с мужем становимся с чужими пишите вы, отношения наладить хотите, вы спрашиваете, как наладить отношения, но при этом никакой информации о том, из-за чего они разгладились, что произошло, какая проблема, вы не пишете. И из-за этого возникает ощущение, что либо вы не верите в то, что проблему можно решить, и не хотите вкладываться, не хотите инвестировать сами же в решение проблемы. Вот. Либо вы задаете вопрос просто для проформы, а сами уже решили, что, например, с мужем вы не будете жить, с мужем вы не будете в отношениях, все у вас закончилось. Тут некий такой элемент самообмана происходит здесь. Ну вот. Поэтому я думаю, что если вы обращаетесь к психологам, то как минимум людям, чтобы вы предоставили информацию для анализа, и уже исходя из нее можно будет давать вам какие-то рекомендации. Вот. И потом очень важно понять, что вы вкладываете в слово наладить отношения. Понимаете? Понимаете, да? То есть наладить отношения это как? Собственно говоря. Что можно считать неналаженными отношениями? Ну, по вашему мнению, например. А что можно считать налаженными отношениями? Да? И когда они были налажены, и для чего разладили. Вот это вот нужно анализировать. А пока... Пока я рекомендую вам от своего мужа отстраниться. К нему вообще не приставать. Заниматься избедительно только собой. Вот. Общаться с ним коротко, приветливо. И не принять никакой инициативе. Вот. Чтобы ситуацию еще больше не усугубить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.